Российские элиты договорились о дележе власти после смерти президента. Принципиальные договоренности достигнуты, они зафиксированы на бумаге, и уже с декабря мы увидим, как эти договоренности начнут воплощаться в жизнь. Как будет происходить трансфер верховной власти? Как будет выглядеть новое российское правительство и кто его возглавит? Какие министры сохранят свои портфели, а какие уйдут и какие придут им взамен? Какие губернаторы покинут свои позиции? И останется ли на своем посту мэр Москвы Сергей Собянин? Останутся ли на своих постах Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Герасимов? Друзья, Валерий Соловей раскрыл все карты. Транзит власти одобрен. Путин определился с преемником. Имя этому преемнику Патрушев дирижирует всем. Будет ли арест олигархов и кто из олигархов первым будет бежать из России? Почему Ротенберги сразу после смерти Путина улетели в Дубай? Какие будут перестановки в администрации президента, в правительстве? Кто будет участвовать в выборах? Что с Кабаевой и ее семьей? Под арестом ли они? Все это мы обсудим в сегодняшнем блоге, потому что действительно очень важное заявление Валерий Соловей сделал. Он, в принципе, анонсировал этот блог уже 13 ноября, этот эфир, где он раскроет все карты Политбюро 2.0. И мы сегодня с вами разберемся в этом Политбюро 2.0. Ну что, друзья, начинаем. Попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Ну и, конечно же, если вы смотрите меня с телеканала «Прямой», традиционно нажать на название, там будет возможность подписаться на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Итак, достигнуты основные договоренности между секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, его окружением и людьми, которые были в ближайшем окружении, по версии Валерия Соловья, ныне покойного президента России Владимира Путина. В сущности, можно сказать, что так называемое Политбюро 2.0 образовалось, сформировалось и состоялось. Мы знаем о том, что практически больше месяца назад Путин якобы умер, находится он в холодильнике, по информации генерала СВР. И вот только спустя месяц и еще небольшой момент Патрушев с Политбюром 2.0 фактически создали полное переформатирование Кабинета министров, правительства, новополитической власти, сделали некую перезагрузку 2.0. Итак, достигнуто принципиальное компромиссное соглашение о большом транзите власти, то есть операция «Приемник» осуществляется. Значит, на сегодняшний момент, по версии Валерия Соловья, который имеет очень серьезных покровителей, который обладает секретной информацией, о которой он делится, в принципе, в Ютубе, двойник президента будет представлять правящий режим на выборах главы государства весной следующего года. Это первый факт. То есть Путин, он же Васильевич теперь, новый, значит, двойник Путина, покойного, будет представлять. Кстати, интересный момент. Давайте посмотрим разницу между двумя Путинами. По информации Валерия Соловья, Путин, который был настоящий, в последний раз его видели на публике в сентябре во время встречи с Раджепом Таипом Эрдоганом. Вот это Путин еще до своей смерти. Давайте посмотрим, друзья. ...в руку Украины. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание. Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, я имею в виду Россию вынудили, так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа российских сельхозпроизводителей на мировые рынки. Далее источники Валерия Славья сообщили, что Путин не переживет эту осень, уже в октябре будет время ЧИП. По сути, это в октябре произошел этот так называемый переворот. Помните, далее некролог Патрушева о Путине в прошедшем времени. Путин в холодильнике, вместо Путина правит Васильевич, его двойник. То есть последний раз Путина на публике, по мнению Валерия Славья, видели в сентябре этого года. А встреча Путина и СИИ уже это был не Владимирович, друзья, а Васильевич. Казалось бы, разные отчества, а как много в этом сути. Смотрим, друзья, уже Васильевича на троне. Вот такая вот метаборфоза, вот такая вот разница, друзья. Мы сегодня разбираем исключительно информацию Валерия Славья. По его информации и Соединенных Штатов Америки, и Великобритания, Китай, и Беларусь. Все знают о том, что на сегодняшний момент руководит Россией Политбюро 2.0, а Путин уже умер. Вместо него всем руководит Васильевич. Ну, естественно, что под контрольной большой этой структурой, под названием Политбюро 2.0, которую возглавляет Патрушев. И это самое главное. Итак, возвращаемся к победе на выборах. Значит, после победы двойник начинает реализовывать план, задуманный Политбюро. Он назначает премьер-министром, кого бы вы думали, Дмитрия Патрушева, который будет на сегодняшний момент возглавлять новое правительство, где каждая группа Политбюро 2.0 имеет свою квоту. То есть транзит власти осуществляется через полгода, после так называемых президентских выборов весной следующего года. Дмитрий Патрушев новый премьер-министр. Из нынешнего состава правительства сохранят свои позиции только лишь несколько человек. Все остальные уйдут в отставку, и это очень важно. Так, например, зампредседателя правительства Денис Монтуров сохранит свои позиции, считает Валерий Соловей, и его источники, это высокопоставленные спецслужбы, на верхушке Кремля Шойгу. Он же останется министром обороны. Так что, друзья, не рассчитывайте на то, что политика Кремля поменяется. Старшая дочь покойного Путина Мария Воронцова станет министром здравоохранения. Тут надо вспомнить Рамзана Кадырова, дети которых тоже. Его дочь стала министром здравоохранения и замом в Чечне. В принципе, такая традиция, видите, в России. То есть по информации Валерия Соловья, Мария Воронцова сегодня вскоре станет министром здравоохранения. Игорь Сечин. Еще один интересный фигурант. Он же станет зампредседателя правительства. То есть будет, по сути, вторым человеком после Патрушева Дмитрия. Это очень важно. То есть Сечин сохранится. Это достаточно серьезное заявление. ФСБ. Как вы думаете, кто возглавит ФСБ? По информации Валерия Соловья, которую он всю эту информацию рассказал 30 ноября, буквально вчера, Сергей Королев возглавит ФСБ. Все другие планируемые перестановки генерал СВР Валерий Соловей опубликует после Нового года. Потому что, естественно, что все эти фигуры могут немного поменяться, сообщает Валерий Соловей. Интересно, что нынешнего премьера Михаила Мишустина собираются отправить по предам. По предам. А Собянин действительно остается в Москве на текущей позиции. Он не будет уходить ни в отставку, его не будут менять на более другую кандидатуру, которая комфортна Кремлю. Но самое главное – это еще одно. То есть эта спецоперация, транзит власти, будет длиться год спустя президентских выборов. То есть через 6 месяцев Путин назначает, уходит уже Путин и назначает нового преемника. Через 6 месяцев работы нового правительства, дублер Путина объявит о своей отставке, представив Дмитрия Патрушева своим преемником. Так завершится транзит власти, мечта Патрушева, и он поставит своего самого близкого человека на трон. И по сути сам Патрушев зайдет на трон. Как говорится, я вспоминаю тут же Юрия, обязательно, Филишстинского, который всегда говорит, Юрий Георгиевич, что никогда ФСБ ни из своих цепких лап не выпустит должность президента Российской Федерации. Как говорится, если в Европе президентов в Америке или лидеры свободного мира президентов назначает демократия, то если в Украине президентов назначают народ, у нас есть Евромайдан, у нас есть революция достоинства, то есть общественность на сегодняшний момент принимает решение, кто станет президентом, это демократия, то в России ни олигархи, ни бизнесмены, они не решают, кто станет президентом России. Решает ФСБ. И по сути человеком ФСБ, директором ФСБ, который стал президентом России, это был Путин, и Патрушев хочет повторить этот путь. Он хочет стать президентом через своего сына, естественно, чтобы быть куратором. Человек из ФСБ вновь руководит Россией. Операция «Ловушка захлопывается». Эти планы уже утверждены, но они могут быть скорректированы. Это очень важно. Значит, двойник президента по информации Валерия Соловья поменял фамилию и имя и отчество, теперь он Путин Владимир Владимирович, но по сути это ничего не меняет. Николай Патрушев посчитал, что так будет правильно. И тут интересно несколько вопросов. Что будет с олигархами? Потому что Валерий Соловьи утверждает, что все олигархи будут часть, из которых, приближенных к покойному Путину, их арестуют. После смерти Путина в конце октября, то есть в прошлом месяце, уже позапрошлом, сразу же после того, что Путин остановил сердце, его отправили в холодильник. По информации Валерия Соловья, Рутенберг в срочном порядке сел на свой частный бизнес-джет и улетел в Дубай. То есть он сбежал. По информации Валерия Соловья, Абрамовичам и Рутенбергам стоит волноваться об их судьбе, потому что вопрос, будут ли арестованы их имущества. Далее Патрушев будет задвигать гайки. И это будет национализация активов. То есть следующим этапом, после смены правительства, выборов так называемых, потом транзита власти, это будет масштабная национализация предприятий, с последствующей, естественно, что они будут все контролироваться новыми этим политбородом до ноль, Патрушев возьмут под контроль ряд предприятий. То есть мы национализируем, чтобы лучше управлять, чтобы потом перераспределить эти активы на территории Российской Федерации. Что будет с Акабаевой, что будет с ее детьми? Потому что по информации, у нее трое детей, это Владимира Путина, двое сыновей, одна дочь. Кстати, опять же, Валерий Соловьев утверждал, что сын Владимира Путина, якобы по информации лечился от рака в Израиле, и сам Путин проходил лечение от рака в Израиле. Опять же, это все информация исключительно Валерия Соловьев, мы сегодня ее с вами анализируем. Мне очень интересно, кстати, что вы думаете об этом, об этом Политбюро 2.0, об этом транзите власти, о полностью сформулированных договоренностях. Прошу вас написать в комментарии под этим видео, что вы об этом думаете. Поставьте, пожалуйста, лайк. Прошу вас этому видео. Для того, чтобы вы посмотрели больше, Роспропаганда этого вам не покажет. Нажмите на колокольчик, подпишитесь на мой YouTube-канал. Даша Счастливая, если вы традиционно смотрите на нас телеканал прямой, пожалуйста, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Что будет с Кабаевой семьей, мы чуть позже обсудим. А сейчас давайте посмотрим на еще некоторых двойников Путина, и то, как сам Лавров устал уже в западном медиа сообщать, что у Путина-то двойников нет. Смотрим, друзья. Никаких нету двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, такое относится к категории абсурдных улток информационных, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает. Но люди-то видят, что Васильевич с Владимировичем это разные люди. Давайте посмотрим два видео сразу после мятежа Пригожина, и вы увидите, что эти люди очень не похожи на Путина. Давайте вспомним заявление Бильд о том, что искусственный интеллект проанализировал, что есть три разных Путина, у них абсолютно разный процент схожести с главным Путиным. Главный Путин был, конечно, 9 мая, на Дни Победы выступал. Его первый двойник был в Мариуполе, второй двойник был на открытии моста. И там совершенно три разных человека. Смотрим на Путина двойку или тройку просто сейчас, друзья. Вы знаете, самый интересный, самый древний год нашей страны, это историческое поселение. Какое? Более пяти тысяч лет. А, это правильно. Нет, я согласен с этим. Мне тоже все равно, я говорю, есть такие легенды. И какие-то не легенды. Это не легенды. То, что с 1971 года исследования идут здесь археологические. И даже вот тогда уже, конечно, не поводу, что первые поселения здесь были в Китате. Да, да, сейчас находят момент, в котором более пяти тысячи лет. А где мы? Васильевич и Дарьянии Васильевич сложно понять, но вот еще один вариант Путина. Давайте посмотрим. Направляются к жителям Гербенка, вы можете слышать, как его встречают. «Игренды». «Все, Brilliant!» «Игренды», «Игренды», Друзья, сложно представить Путина, который Симуэлем Макроном, Олафом Шольцем сидит за 10-метровым столом, только чтобы они его не заразили, что он так обнимается и целуется с простыми жителями Дербента. Это очень сложно представить, Васильевич ли это или нет. Но тут главный вопрос, а что с Кабаевой и ее семьей? Валерий Соловьевич считает, что они под арестом сейчас домашним, но их обязательно нужно показать миру. И, возможно, в ближайшем времени они улетят в Дубай на постоянное место жительства, как говорится, на ПМЖ. Важный момент, что в день смерти Путина или в эту ночь, когда сердце Путина перестало биться, по информации генерала СВР и Валерия Соловья, министр обороны Шойгу проводил тайный шаманский обряд на всевластие. Он хотел стать преемником, он хотел стать верховным главнокомандующим, и он проводил этот шаманский обряд, уверен, что этот шаманский обряд на всевластие стоит не один миллион долларов, и шаманы, конечно же, ему подсобили. Как видите, свое место в новом правительстве он не потерял, за ним не заржавеет, как говорится. Мы знаем о том, что генерал Герасимов с мятежа пригожено находился в постоянном запое, и только сейчас, вот он начинал утро с двух стаканов коньяка, о чем Балерий Соловьевич говорил, не тот канавт, но только лишь сейчас он начинает, то есть не просыхал, и только лишь сейчас он начинает быть трезвым, может быть, готовится действительно к транзиту к власти. И самый важный момент – это то, что кто договорился, кто эти полюберон 2.0, кто эти люди, окружение покойного Путина, кто совершил транзит власти. То есть кого поставили, мы уже поняли, Дмитрия, сына Патрушева, а по мнению и информации Балерия Соловья, группировка Чемизова и группировка Патрушева, это две группировки, которые на сегодняшний момент договорились, и это самое важное. Доказательством смерти Путина является кадровая перестановка в будущем, является срочный отъезд, это косвенными, так что это говорили, срочный отъезд Ротенбергов, да, и вот тоже интересный нюанс, по мнению источника Балерия Соловья, у Патрушева тоже рак, и он с ним постоянно лечится, в перманентной стадии. Откуда у Валерия Соловья эта информация? То есть нужно задать вопросы ему, мы планируем записать с ним стрим, так что ждите, скоро появится интервью с Валерием Соловьем. Действительно, есть масса вопросов, в ответы на которые стоит получить. Также Балерий Соловьев постоянно говорит о том, что были покушения на его жизнь, на жизнь его супруги и сына. То есть он, находясь в Москве, у него очень сложная жизнь, и, как он сам говорил, его пытались отравить и новичком, и отравили ее супругу, его супругу, и несколько раз нападали на его сына. Поэтому Валерий Соловей на сегодняшний момент является, как он сказал, под защитой одной из группировок. Возможно ли это группировка Патрушева или Чемизова? Опять же, вопрос остается открытым. Но вот то, что он перед смертью Путина интересовался у своих покровителей, у своих источников, можно ли делать стрим, посвященный постпутинской эпохе, ему сказали в конце октября, что да. И давайте вспомним тут астролога, который то ли прокремлевский, то ли работает на спецслужбы. Астролога, которая тоже проанонсировала смерть Путина. Смотрим эксклюзивно, друзья. Просто сейчас. Астролог Светлана Драган считает, что очень серьезные перемены начнутся 26 октября, на этой неделе, в четверг. Часто ее называют близкой к ФСБ, что с ее помощью управляют убеждениями россиян. Ее смотрят миллионы, есть программа даже на Первом канале. Связаны ли слухи о проблемах со здоровьем Путина с этими словами Драган? Ну, вполне могут быть связаны, только не к ФСБ, но близко к администрации президента. Это все-таки разные институты. Хотя в данном случае их цель может вполне совпадать. Ну и как раз я же неспроста наметил свое выступление, онлайн выступление, именно на 26 октября. И называется оно «После Путина». Ну что, в данном случае любопытное совпадение. Да. Обратите внимание, что, возможно, администрация президента и спецслужбы, их цели совпадают. Это очень главное фундаментальное заявление Соловья. То есть люди, которые говорят о том, что Путин мертв, или, который якобы, да, сегодня, значит, создали этого Василища, они же есть источниками распространения этой информации. Кремль и спецслужбы. И у Валерия Соловья есть люди, с которыми он сотрудничает, которые его, скажем так, покрывают, дают ему возможность быть в Москве. Эти люди, скорее всего, работают и в Кремле, и в спецслужбах. Это, конечно же, вопрос. Из этого мы делаем выводы, конечно, да. А кто-то на самом деле делает транзит власти в России, кто против Путина. Интересная деталь, что Путин принял решение напасть на Украину под воздействием Медведчука, предателя Украины, и мистических практик. Так считает Валерий Соловей. То есть ни Герасимов, ни Патрушев, которые не любят Россию, они были против вторжения в таком виде, в котором оно происходило в 22-м году, 24-го февраля. То есть единственный, кто был за это, Медведчук, по версии Валерия Соловья, и мистические практики, шаманы. Помните, как шаманы? Огненная жар птица, она предвещала Путину победу, и Путин, который склонен к мистицизму, об этом говорила и Валерия Соловей, и Мария Максакова. Они оба так считают. Он поверил в это и принял решение о вторжении. Герасимов весь пробудно пил, Шойгу был против, Патрушев был против, был только, наверное, Зак Ковальчук, он же любитель мистицизма, который сидел с Путиным в бункере, сам Путин и его мистическое эго. Самый интересный момент, что Валерий Соловьевич считает, что Пригожин жив. Это тоже достаточно интересное мнение, что что будет делать Пригожин при транзите власти, нарушит ли он картину, по версии Валерия Соловья, вот когда уже лжепутин, двойка, тройка, он же Васильевич уйдет на покой, предоставив нового преемника Дмитрия Патрушева, не возникнет ли как черт из табакерки, как черный лебедь, Анасима Талева, Пригожин из Венесуэлы скажет, вот я ваш новый лидер и буду бороться с Дмитрием Патрушевым за победу. Это, конечно, возможная конспирология, судить вам, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, но действительно, Валерий Соловей, по его информации, обладает секретными данными того, что Пригожин жив. Конечно, тут вопросов очень многое по поводу Пригожина. Во-первых, кто был в самолете? Были действительно ли в самолете Уткин, Пригожин? И почему Путин дал возможность Пригожину сбежать? Что тоже, мне кажется, вопрос, на который ответ расскажет многое. Где компромат Пригожина? Почему он не был найден? И почему, самое главное, сын Пригожина сегодня руководит частной военной компанией «Вагнер»? То есть сын Пригожина сегодня перенял его бизнес-империю, перенял его активы. Это тоже вопрос, который, скажем так, нужно задавать. И я думаю, что обязательно пообщавшись с Валерием Соловьем, мы спросим все эти вопросы, которые сегодня мы озвучивали в эфире. Почему его отпустил Путин? И, конечно же, что с семьей Путина? И, кстати, Валерий Соловьев уже на вишенку, на торт и сказал, что одна из дочерей Путина от первого брака является его приемной. Так считает Валерий Соловей, его окружение. То есть она является дочерью его первой супруги, а уже дети от Кабаевой это все его дети. Конечно, друзья, это спецоперация Политбюро 2.0 транзит власти, договоренности между группировками Чемизова-Патрушева, которые будут сейчас реализовываться. В жизни достаточно масштабное заявление Валерия Соловьям. Мне интересно, что вы об этом думаете. Конечно же, тогда, когда оно будет сбываться или не сбываться, нам будет что сказать. Действительно ли сегодня через полгода после переизбрания Путин отойдет от дел, передаст власть преемнику, премьер-министру Дмитрию Патрушеву или так не будет. Судить интересно вам истории. Я же прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал. Даша счастливая. А если вы традиционно смотрите нас с телеканала прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. И мне очень интересно, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете об этом, цитирую, достигнутых основных договоренностей между секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, его окружением и людьми, которые были в ближайшем окружении покойного президента Путина, о том, как операция «Транзит власти» Политбюро 2.0 сформировалась и состоялась, друзья. Продолжение следует...